Владимир Шиндиков Владимир Шиндиков По створу давайте еще раз смотреть Кто тут не услезил Да, но здесь Просто смотрели Свои рабочие левой Подавать И вмешиваться здесь в дело Елизавета Болотянова Выносит мяч головой на Прибегает Анастасия Леник Разыгрыш здесь Сасли Сарчик Леник будет бить Скорее всего Ну да, вот такой вот наброс в расчете на то, что за Шивора там залетовый мяч залетит, но не играет. Как раз-таки вышла она вот из этой команды, АБФУ-19, пополнила ряды нашего чемпиона, собственно говоря, как и Яна Домин. Поэтому таким вот образом, и что здесь, мяч в воротах, не было ли положения вне игры, нет, показывает арбитр. И Виктория Валюк на восьмой минуте пользуется этой передачей, у своего капитана делает счет 0-2. Но я не думаю, что очень сильно здесь мы удивляемся. Спокойно прошла. Понятно, что АБФУ-19 тяжело что-то будет придумывать в атаке. И тем не менее, здесь верховую борьбу выиграла футболистка команды, которая сегодня номинальный хозяин, Зана, Ромалепия. И Ромалепия бьет издали. Ну, конечно, это просто разминка для Анны Залетовой. Вот, с каждым новым разом, наверное, добавляли девушки. Ну, а сейчас Дудкок лицевой пробирается, делает передачу. Ну, и третий мяч в воротах Анны Залетовой оказывается. Надо смотреть повтор. Поздравляют все Анну Пилипенко. Она особо не рада. Как мы видим, это очень любопытно, на самом деле. Почему бы и не порадоваться забитому мячу? Поднята линия обороны. Динамику УФК по-другому, наверное, и быть не могло. И, конечно, вот такую эшелонированную оборону в позиционной атаке вскрывает достаточно тяжело. Удар по воротам. Справляется Залетова. Но, к сожалению, первое на обдавивание оказывается Анна Пилипенко. 17 минута 0-4. Можно поменять вектор атаки, что она и делает. На Пилипенко. И потери здесь. Нужно продвигаться к воротам. И удар следует. Удар, надо сказать, неплохой. Давайте отметим это действие. Слисарчик. Ромалепе. Да, вот, видимо, насколько тяжело, конечно. Уступая в скорости футболистском БФФУ-19. Еще один момент. Валюк. Под сброс. Ну и мимо ворот бьет. Казалось бы, Беларуси зарекомендовала себя классным центральным защитником и опорником в футбольном клубе Минск. Ну и Юрий Малеев ее пригласил в Динамо. Уже когда его позвали работать главным тренером этой команды. Хороший момент. Слисарчик. Прострел мяч уходит за лицевую. Кунцевич. Ну и хорошая, опять же, передача. Вскрыт фланг. Очень все здесь просто и легко. И в одно касание. Стишко не забивает. Ближний угол. Да. Неплохую школу прошла вот в этой команде предыдущие сезоны. Про Домин. Про Анастасию Кунцевич уже говорил. Подача Слисарчик. Удар по воротам. Линник бьет, но мимо. Не стоит, наверное, комментатору влезать в те грани футбола, которые нужны. Ну а пока выход один на один. Удар по воротам. И снова тащит этот удар Екатерина Ковальчук. Куда? Ну и всегда интересно, вот если брать процент по владению мячом, вот какое сейчас преимущество у Динамо Бугау ФК. Если была бы такая статистика, было бы интересно. Да, вот так нельзя играть около своей штрафной. Но что вы делаете, девчонки? Абсолютно непросто, недопустимо так действовать. Интересно, что здесь придумает 99-й номер Динамо в дальний угол, скорее всего, медь. Нет, это подача на Дудко. Ну и что? Здесь, да, со всей мочи бьет мимо ворот Анна Пилипенко. И уже к перерыву, назову я тех, кто есть на скамейках запасных. Удар по воротам, Залетова справляется, а пробивала Дарья Сишко. В числе легионерский опыт это Яна Пилипенко и без легионерского опыта. Но Екатерина Ковальчук, конечно, тут что греха таить, очень им тяжело. Но и Дудко забивает на 43-й минуте пятый гол своей команды. С близкого расстояния все, конечно, очень легко получилось. И воспользовался на передаче Ильинник. Болотянова еще одна подача. Первая на мяче Болотянова на подборе Дудко. Назад Линник. Заканчивается основное время, первой половины. Сколько там добавит Ольга Блотская. Надеюсь, мы узнаем. Удар-поворот там. И все-таки шестой раз мяч залетает в ворота. Ну как же сейчас Линник дают пробить? Ну это что-то просто невообразимое. Подустали, конечно, девчонки. Ну вот Якусик и, соответственно, Михан. И атака Динамо продолжается. Слесарчик. Удар поворотом от Дудко. На месте в ближнем углу Анна Залетова. Хотелось бы, чтобы закрепилась в этом чемпионате. Анна Сасс. Обязательно, конечно, мы ее поддерживаем. Равно, как и всех других девчонок. Сегодня тоже много матчей. С участием белорусских легионерок уже. Акжет Песа, который выступает наш вратарь. Камила Буткевич со счетом 10-0. Как ей сейчас разделаться? С Нистюкович. Играет чуть назад. Линник. Против нее Габришук. Спокойно пропускает Габришук Линник вперед. Ну и мяч в воротах. И, по-моему, отличается. Анастасия Линник уже дублен. Надо посмотреть повтор, конечно. Попрошу я коллег, чтобы получше было видно. Ну и, соответственно, Брещан. В прошлом туре со счетом 5-0 на выезде коллектив Шинзикова обыграл. Об этом я уже говорил. Хороший удар, но не попадает мяч в створ. Если бы невидимыми были там две футболистки сразу, Динамо, мяч просто там через них проходил бы. Вопреки всем законам физики, Тиховодова бьет штангу Татарин. Что будет делать? Бьет, попадает она в Лию Тихомирову. Волюк удвоил преимущество своей команды. На 13-й автоголом отметила Василия Тихомирова. На 17-й Анна Пилипенко добила мяч после удара Анастасии Кунцевича и Сейва Залетовой. На... Да, еще один гол мы с вами увидели. Здесь уже радуются Пилипенко и Линник. Ну и Пилипенко дубль оформляет. Пилипенко пробила в дальний угол по разные стороны баррикад. Хочется поскорее завершить этот матч. Хорошее настроение его, конечно, закончит наш чемпион. Наберет свои очередные баллы. Их станет уже 24. Ну а команда АБФФУ-19 терпит поражение. Удар поворотом от Татарин. Ольга Блотская. Да, так оно и есть. Для вас работал Андрей Леня. Большое спасибо за внимание. Услышимся. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»